Головченко проговаривает, проговорился, да, что комментируя цены на нефть и встречу Путина с Лукашенко, он говорит, нам нужно осовременить формулу ценообразования, чтобы она учитывала вновь появившиеся факторы, а не только те, которые действовали, когда эта формула принималась. То есть получается, что вот этот визит Лукашенко к Путину, да, как обычно, это такое попрошайничество было, верно? С одной стороны да, с другой стороны нет, потому что Лукашенко, сколько я помню, всегда настаивал на том, что Беларусь, мы же там союзное государство, мы там и таможенный союз, должно иметь такие же условия доступа к энергоресурсам, как российские потребители, потому что россияне там получали газ там по 40-50, а мы дороже, нефть у них одно, у нас дороже. Знаете, и вот он называется, подумай о чем ты просишь. И вот Путин, да, вот там сколько, 20 с чем-то лет он же ждал, ждал, терпеть, терпел, но вот сейчас, как бы я так понимаю, что у него план реализации, экспансия, поглощение Беларуси уже полностью реализуется, он реализовал это на военной сфере, в инфраструктурной сфере, финансовой сфере, в плане там кредитов, инвестиций и как бы поддержку промышленных проектов. И вот это одно из, на мой взгляд, вот есть две вещи, там три скажем, да, которые очень опасны для формального даже поглощения Беларуси. Вот первое, это энергетика, ну что такое единый энергетический комплекс, Лукашенко, который говорил там, или формула новая, это по сути дела, читай, российские энергетические бароны и смотрящие будут на ключевых позициях Беларуси. Это делается очень просто, белорусский чиновник получает условно там полторы тысячи долларов, российскому, российский или белорусский по поручению российского, может получать там 15-20 тысяч долларов в месяц, формально или формально. Какой белорусский чиновник откажется от такой синеку? Я таких не знаю. Второе, значит, доступ к энергоресурсам предлагает определение поставщиков, режима обработки, переработки, продажи и так далее, и так далее. То, против чего Лукашенко руками и ногами выступал, когда он, помните, этого Баумгертнера посадил, да, они хотели сделать через Кантон ЦУК компанию-прокладку для аккумуляции там ресурсов. Вот сейчас будет реализовываться формально уже, по закону, если это пройдет, через российский опять-таки вместе с белорусскими поставщиками. Кто будет заниматься? У нас же есть в России человек, который верой и правдой служит России уже лет 20-25, предполагая, что он служит Лукашенко. Это Михаил Мясникович, это вот человек, который, человек, на самом деле серый кардинал проклятия Белоруссии, поскольку он многие эти вещи как раз и приводил, там, преследуя свои материальные жлобские цели. Я думаю, что давным-давно его приметили, посадили на нужные потоки, и вот он, эту идею, ну, вы же хотели там дешевый газ, да, знаете, это вот как в моем любимом Chicken Run с Беллом Гибсоном, да, дали курям двойную-тройную порцию хавки перед тем, как их просто уничтожить на мясо. Вот это примерно то. Ну, хорошо, давайте пересмотрим формулу, давайте вы, да, действительно, вы будете получать энергоресурсы, как Смоленск, как Брянск, как вот эти области, Воронеж, да, а через 2-3 года, когда у нас будут везде свои люди, когда везде контакты, все контракты будут, финансовые потоки будут у нас, тогда вот мы будем проводить уже свою политику. Это первый этап. Второй этап, это, безусловно, на котором пока еще держится Национальный банк, это единая валюта, безусловно, это второй этап поглощения, ну, и третий, это просто уже формально подписание какого-нибудь там договора, проведение выборов, уже без Лукашенко, потому что Лукашенко уже не будет, вот, и тогда вот такой простой прозрачный план поглощения Беларуси, энергетический вот этот момент крайне-крайне опасный. То есть мы получаем, возможно, там, 2-3 процентных пункта дополнительной выгоды, но за это, по сути дела, цена, это будущее Беларуси независимой. И вот новость, да, Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке. Это все туда же, да, до кучи? Вот, 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 да, абсолютно верно. Единый энергетический рынок, единые тарифы, вы нам, вот, опять-таки, знаете, какое обоснование, Лукашенко же построил БелАЭС, думая, что он будет продавать, зарабатывает на европейском рынке, а так получилось, что на этом в Европе никому не нужна белорусская энергия. Более того, нас выкинули из Балтийского кольца энергетического. И вот сейчас Путин говорит, ну так смотри, либо ты будешь тогда самостоятельно начать проблему, либо давай в единой системе будешь продавать, мы будем продавать эту электроэнергию совместную на российском рынке, раз уж так ты решил. И Лукашенко, понимая, что цена вопроса там 600-700 миллионов в год, думает, блин, ну у меня же денег и так-то нету. А тут я как-нибудь потом выключусь, а может быть, там действительно украинцы там долбанут по Кремлю, убьют этого преступника, и я как-нибудь с другими договорюсь. Примерно такая же мысль была, остается у него в отношении, вот помните, Чавес Мадуро, да, когда он Чавесу нам вещал, взял деньги, а потом Чавес подсдох и остался Мадуро. И до сих пор он Мадуро там с дыркой в кармане охотит. Я так полагаю, что у него точно такое же отношение к Путину и к тому, что будет дальше в отношениях с Россией. Мадуро там с дыркой в кармане еще и не только в кармане, но и в других местах, потому что в Венесуэле восстание началось, слышали? Ну да, ну так слушайте, очередной, там вторая, вторая, восстание 2-0. Просто интересно, чем это закончится, вот, потому что когда-то, помните же, и американцы уже признали этого второго кандидата, а сейчас это другое вещь. Там садо действительно критическое. Я желаю сторонникам свободы и антикоммунизма, большевизма, победы над этим преступным режимом. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Тем там много, я даже не знаю, с чего тут, с чего тут вам. Давайте вот мы вам покажем... Сбережения, Костя, я супер важная тема, потому что как раз это вот культура сбережений, там домашнее хозяйство, кто сколько откладывает, тратит, потому что... А, слушайте, это же да, это такая новость была, что, короче говоря... Это очень важная тема. Согласно опросам, больше половины белорусов живут с, так сказать, кассовым разрывом, да? То есть каждый месяц или время от времени, представляешь, больше половины граждан нашей страны сталкиваются с нехваткой денег. Мы, наверное, в пятницу об этом рассказывали, да? В графике показывали, помнишь? Что, на сколько вам хватит денег, если у вас источник дохода закончится прямо сейчас? А, ну вот это вот, да, да, да. То есть главный вывод, главный вывод просто, что больше половины белорусов ставят с нехваткой денег. Вот я хотел у вас спросить, когда я увидел эту новость, а может это норм? Может это мы забурили, зажирели? Может это и в Германии, и так, и в Штатах? Просто экономит надо как-то. Я бы хотел обратить внимание не на эти цифры даже, а на то, почему в Беларуси 25-30 лет разрушается культура сбережений. В начале 90-х средняя ставка сбережений в Беларуси была 20-25%. То есть белорусы понимали, что нужно откладывать на будущее. Белорусы там было в традиции нашей иметь финансовую подушку безопасности. Лукашенко за вот эти годы, он, и на мой взгляд, это такая сознательная, опять-таки, диверсия, это культурная, значит, яма, культурная как бы война против своего народа, когда людей по крупицам, по частицам в разных сферах делают зависимыми от государства. Что такое нету культуры сбережения? Когда ты думаешь, что тебе государство заплатит заработную плату, заплатит пособие, заплатит за садик, за больницу, за все, зачем тебе сберегать? У тебя вообще зачем институт семьи, институт репутации, институт друзей, добрососедство? В случае какой-то беды, какого-то черного дня, ты обращаешься к кому? К семье, к друзьям, к тем, которые вокруг тебя. Друзья, помогите, у меня вот такая ситуация. Ну, конечно, друзья помогают, а у тебя есть эта заначка, это черный день, да? Это один вопрос. Другое дело, когда тебе постоянно с каждого там утюга говорят, не надо сберегать, все нормально, потребление, 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 живи в долг и все. И вот Лукашенко, когда у тебя там 75-80% экономики в руках государства или его там слуг государства, когда у тебя нет возможности инвестировать нормальных только вклады, когда у тебя только жилье, недвижимость и все, ты попадаешь под стопроцентную зависимость. И вот когда мне в этом вопросе поразило то, что, как планируют свои расходы, да, 70, по-моему, 3-74% белорусов не думают о том, что необходимо откладывать, что-то на будущее. То есть это отношение сегодняшнего дня. Сегодня я живу, а завтра, а черт знает, что будет завтра. Может, не то, что не думают, Ярослав, может, это не вопрос культуры, вопрос тупо, что откладывать нечего? Нет, смотрите, я студентом был первого курса, у меня ступенция была тогда 40 рублей, и я умудрялся откладывать, потому что у меня было вбито на подкорке, что, блин, а если стипендии не будет, а если какая-нибудь фигня, а если я хочу что-нибудь другое купить, я подрабатываю и одновременно сберегаю. Я просто был тупым, неграмотным финансовым человеком, потому что в начале 90-х, когда мои деньги были на сберкнижке у мамы, все эти книжки, все эти деньги сгорели, пошли там, превратили в одну палку колбасы. Это было преступление в отношении вот нас, живущих в этом изумительном советском храме, конечно же, в кавычках, да, и сегодня Лукашенко, когда он забрал все сбережения людей под депозиты, в рублях уже, потому что это, знаете, соблазнил их, да, и когда он, по сути дела, разрушил культуру сбережения, люди, вот думают, блин, вот Лукашенко уже что-то там дает, что-то там ерепенится, что-то платит, а черт, вот Каверин придет с Людмилой Милославской, с Романчуком во власть, что они будут делать? Они говорят про рынок, про ответственность, зарабатывать. А как это я буду зарабатывать? Я уже там 25 лет на одном месте работаю, я же больше ничего не имею. И вот это больше, чем просто деньги, больше, чем экономика. Это вот культурный код, который зомбируется, закладывается в головы беларуса. Ну, ты очень перекликаешься с тем, с чего мы начали разговор про вот эту вот бесплатную медицину, бесплатное образование, когда этот паттерн заложили нам, да, и, ну, это же одна из главных таких, одно из главных орудий пропаганды, что, ну, все уж бесплатно у вас, все, все, живи, не хочу. Ну, эта вот идея мархизма, на самом деле, не очень цепкая. Вы знаете, вот сейчас идет президентская кампания в одной стране известной, да, и одна из кандидатов в президенты является самой коммунистической за всю историю штата. Потому что лозунги ее тоже бесплатное то, бесплатное все, я вам дам. И вот, и это просто жуть, насколько цепкими являются эти токсичные идеи. Давайте резко сменим тему, просто резко. Покажем фотографии, я сейчас объясню, почему. Покажем фотографии, которые облетели на этих выходных все белорусские информационные агентства, ну, независимые. Значит, Северная Корея, покажем фотографии Александра Григорьевича, а я буду рассказывать параллельно. Северная Корея будет поставлять в Беларусь традиционную косметику. Об этом договорился глава МИДа Беларуси Максим Роженков на встрече с министром внешнеэкономических связей Северной Кореи. Причем собираются организовать бартер, они нам косметику, мы им еду. Как я встаю из фотографий, еды у нас очень много, а вот с внешним видом действительно не очень. Знаете, хочется спросить, это все для человека? И мы знаем фамилию этого человека, а? Косметика, Евгушка. Слушайте, я помню, как где-то в 70-80-е появились вьетнамские бальзам, такие штучки, да? Помните, были маленькие такие? Да, звездочка, звездочка. Звездочка, звездочка. Это было от всего, от подноса, мазать, не знаю, все, что только делали, только это была такая, знаете, универсальная вещь. Вот я представляю там севернокорейское мумиё, помогает от поносов, запоров, затыков, засоров и всего прочего. Пользоваться, вот режим применения прилагается. И это вот, понимаете, я думаю, что это делается, вот если прагматично подойти, с одной целью. Северная Корея должна как-то легализовать доставки товаров военного назначения в Россию, помогать агрессору. Поэтому что нужно делать? Надо придумать какие-нибудь там товары, которые кажутся гуманитарными, логичными, социальными. И вот в ящиках, где написано бальзамы, кремы, пудра, порошки для изготовления феноменальных лекарственных препаратов от запоров и затыков, будет банальные дроны, банальные там какие-нибудь ракеты, взрыватели и все прочее. Поэтому другого объяснения здесь нет. Ну и еще, может быть, одно, когда Лукашенко действительно там, Северная Корея, там, какие-нибудь там, знаете, он же верит такой, он же мистик, понимаете. Он же как бы там вот эти шаманы вокруг, эти все разные там, вуду. В Северной Корее тоже есть, хватает вот своих этих вот чудаков, да, и он там, может быть, там, ему этот Ким Чин Ин там вдул информацию, что вот наши вуду, они просто, вы видите, какие хорошие, смотри, какой покорный народ у нас. Поэтому если вы будете, как нам, помню, в армии говорили, пойдете в армию для того, чтобы были хорошими солдатами, каждое утро с чаем будете пить бром. И бром отбивает всякое желание у мужиков думать про невоенные цели и задачи. То же самое здесь. Мумиё для белорусского народа вместо качественных лекарств. И когда придут, например, белорусы, которые хотят быть, чтобы ничего не было и не заниматься политикой, а в аптеках и в больницах, мумиё Северной Кореи, мумиё Китая, мумиё Индии, Пакистана, Шеверной Шерланки и бром. Ну а для особо одаренных, особо энергичных, тогда Пурген ещё. Ну, чё, не так плохо. Между прочим, в книжке Роберта Льюиса Стивенсона пираты вполне были счастливы, упиваясь бромом. Бромом, ага. Это, Ярослав, у нас тут свои такие. Хорошо, ладно. Ничего хорошего, кстати. Ничего хорошего в этом. Нет, это просто говорит о том, что вот это вот к тому, к какой уровню деградации должна дойти медицина, чтобы мы, отказываясь от препаратов датских, шведских, немецких, там, швейцарских, да, давали людям, заставляли людям белорусов покупать вот или пробовать вот это. Конечно, будет, когда ты приходишь в аптеку, там, или больной, да, ты там врач, а врачам напишут инструкцию, методички, вы обязаны предлагать больным вот именно это. И пять, значит, положений, а потом ещё будет и северно-корейского порошка, белорусские лекарства, которые будут делать 3-4 белорусские фармацевтические компании, работающие на ЗАО «Семья». А вот, а слышали новость? Сейчас же меняются правила продажи БАДов, биологически активных добавок. Раньше только в аптеке можно было купить в Беларуси, а сейчас… Да ладно. Сейчас их разрешено продавать в обычных магазинах через интернет с соблюдением определенных условий. Ну да, да, да. А кто БАД занимается? Как это, ЗАО «Семья» ищет новые способы заработка? Ну, не столько ЗАО «Семья», потому что слишком маленький рынок, да, с небольшой ёмкостью. Слушайте, по сравнению с нефтью, контрабандой, наркотиками, металлами, и всем прочим. Это, знаете, вот как есть рынки больших пацанов, типа Путина, Лукашенко, там, правителей всех. А есть вот то, что тем занимаются там потребители чужого, вот как бы уровень пониже. Поэтому БАДы, да, фармацевтический лоббизм, безусловно, там, вот очень такой ярый, очень денежный, но это все равно не тот уровень. Поэтому до тех пор, покуда Лукашенко не построит 2-3 БАДовых завода, там, ёмкостью достаточной, чтобы там быть миллиард долларов, это будет там кто-нибудь Тетерин заниматься, там, какой-нибудь, или какой-нибудь управление делами президента, клоны Шеймана, клоны других людей, вот. Поэтому, знаете, когда вырастает поколение генералов, там, или, там, полковников, которые отличились тем, чтобы избивали и пытали белорусские народы, им нужно как-то чем-то отделиться, да, чем-то что-то дать на служение. Вот и дают такие рынки, вот, на те БАДы, получайте. Тут еще, кстати, вот про КНДР мы поговорили, и про БАДы, а Китай нож в спину всадил. Главное таможенное управление Китая обновило данные по импорту калийных удобрений, и выяснилось, что общая сумма, на которую Минск поставил Пекину этого товара в первом полугодии, упала более чем на 50%, более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 23-го. Да и, ладно, калийка, и продукты питания тоже все меньше и меньше приходится возить, потому что как-то вот китайцы не покупают. Вот вы мне скажите, я ничего не понимаю, что это за дружба такая? Что это за дружба? Может быть, Лукашенко же правительство собрал вчера и ругался, слышали? Я ему открываю, открываю, а они туристами ездят туда, понимаешь? Вот, может, поэтому ругался, что? Ну, что происходит? Ну, как так? Ну, такие друзья. Ну, я считаю, что тут не Китай нож в спину всадил, а тут Путин вместе с инфраструктурными гигантами Лукашенко на кол посадил, то есть в другое место этот кол посадил, потому что Лукашенко, безусловно, понимает, что он сильно зависим от транзитных возможностей транспортной инфраструктуры России. Нету такого Беларусь, как мы знаем, пока не граничит с Китаем, но это, считаю, вопрос временный, может быть, он скоро как-то разрешится, вот, и поэтому, когда российские коммерсанты поняли, что Лукашенко нагло под их носом увеличивает или восстанавливает потоки до блокировки вот Клайпинского порта, они возмутились, блин, у них же тоже удобрения есть, у них же тоже продовольствие есть, почему это так? И поэтому они решили, как бы, посадить, поставить белорусского коллегу-партнера на место, это раз, а есть еще один вариант, который объясняет, почему это так, потому что, знаете, одно дело, когда ты напрямую продаешь через Беларусь калий, а другое дело, когда ты продаешь через сеть прокладок, которые формально российские, и ты просто вывозишь калийные удобрения куда-нибудь в Владивостоке или там в Иркутск, а потом сделаешь через ЗАО Иркутск соли, и это уже российские, якобы, удобрения, которые ввозят и по формальной статистике идут как российские, а не как белорусские. Так что тут может быть и так, и так, но я считаю, что постепенно-постепенно тут Китай, что он может делать? Китай не может ничего здесь, Это не такие вопросы, которые необходимо решать на уровне руководства Китая, Белоруссии. Это все расталкивают плечами более наглая, более сильная, с большим энергетическим и административным ресурсом. На этот раз справиться с россиянами, которые, помните, нам обещали и порт построить, и дать деньги, и все. Ну, вот видите, 4 года уже прошло практически, а вот и не там. Поэтому, да, вот Лукашенко должен понимать, что вот это та цена, значит, его отношение к обществу, к Европе, к политзаключенным, которые он платит. Это цена потери внешних рынков, в том числе китайского. А внутри, знаете, что у нас внутри? Внутри у нас опять рекорд на рынке труда. Да, только рекорд с приставкой «анти». Число вакансий превысило отметку, это 20 июля. Сейчас 10 дней уже прошло, там вполне могло все измениться. Данные за 20 июля. Число вакансий превысило отметку 164 тысячи. 17 числа, вот просто сравнить, 20, 164, 17 было на тысячу меньше, на тысячу меньше. И вот с 1 августа белорусские наниматели, такие, такой новый день, смогут брать на работу иностранцев на ряд специальностей, даже если люди не имеют разрешения на постоянное проживание в стране. Перечень рабочих профессий и должностей служащих расширила Министерство труда и соцзащиты. Там 53 пункта от бетонщиков, животноводов и слесарей, или слесарей, до врачей, специалистов и инженеров. То есть приехал человек в командировку, хирург, эндокринолог. Эндокринолог из Армении. И решил, а тут объявление, нужен на работу. Он пошел там буквально сколько, 7-14 дней у него командировка, он порезал, порезал, подшикал людей и со спокойной душой поехал. И заработал денежки, и отдохнул. Ну, еще есть нехватка, вот, например, еще новость была, нехватка трактористов в Беларуси. Ой, там бешеные груши предлагают. То есть везде, отовсюду. Вот, и, конечно, плюшечки обещают, вот, вчера мы с вами это обсуждаем, трактористам плюшечки такие серьезные обещают, мощнейшие. Механизаторов не хватает, Лукашенко об этом говорит. Ну, так что, решится вопрос с помощью вот такого нововведения? Сейчас иностранцами позакрывают все. И будет у нас радостно какой-нибудь Джабрал Джумаиров на, ничего плохого в этом же нет, на комбайне все как бы. Нет, вопрос ничего плохого. Вопрос к тому, что вот во что это выльется в белорусской экономике, к качеству товаров и услуг, которые мы будем получать. Одно дело, когда вот я, когда Людмила говорила про нейрохирурга, там, который приехал, почикал, почикал. Другое дело, когда нейрохирург приезжает в Беларусь и становится бетонщиком, да, потому что там ему на родине платят 500 долларов, а тот платит бетонщику 3000 долларов, да. Вот это совершенно другой момент. И вот действительно перекосы на рынке труда гигантские. И Лукашенко, знаете, вот у нас же учителя, врачи, вот эти люди, да, они такие покорные, они там никогда не привыкли к тому, что заработная плата должна быть высокая, платят и хорошо, там, вот эта бесплатность, ай-яй-яй, про меня же страховка, мне же пенсии будут платить. У них вот это вот зомбирование очень серьезное. Но вот трактористу, электрику, экскаваторщику, там, сварщику вот этого не скажешь. Поэтому зарплата, там, 5, там, 2,5-3 тысячи долларов в Беларуси уже реальна. Так, смотрите, я просто процитирую новость. На зарплату 3-5 тысяч рублей по-прежнему ищет тракториста-комбайнера агрокомбинат Держинский. А на транспортное предприятие Скидель автоуслуги, значит, транспортное предприятие, нуждается в машинисте свеклоуборочного комбайна. Зарплата 2,5-4 тысячи рублей. До 5 тысяч рублей сейчас ищут тракториста-машиниста сельхозпредприятия Месевичи в Вороновском районе. Я понимаю, что в Вороновском районе так зажрали, что они хотят идти работать на такие деньги? Ну, то есть вот... Все уехали, все уехали, те, которые живые. Ну, как все? Ну, как, 9 миллионов в стране осталось? Как уехали? Друзья, те, которые живые, не пьяные, которых руки растут с одного места и голова на плечах, таких катастрофически не хватает. Потому что Вороновский район, как мы понимаем, это же там близко к Польше, близко к Западу. И, естественно, все, кто могли, давным-давно уже там спаковались, упаковались и уехали. А всех остальных там либо это постоянно под прицелом держат, под присмотром, под плинтусом. Это совершенно очевидно. Вот, смотрите, самое опасное, что в этой ситуации будет, когда вот эти, конечно, мигранты, когда там Белоруссия, им же там рисуют такие золотые горы, смотрите, какая красивая страна, они приезжают, вообще не понимают, что и куда. И потом их начинает на месте уже профориентировать и учить на эти специальности. То есть вот этот таджик, этот узбек, этот там афганец, этот сириец, еще кто-нибудь приезжает. Их будут в наши профтех, эти хабзы, грубо говоря, да, обучать им специальностям. И какое будет качество услуг и работ вот этих людей. Вот в чем гигантская проблема, понимаете. Это вот одно дело, когда вот то, что в Украине не хватает остро сейчас людей, и говорят, там, мы набираем любые, то есть даже без образования, там, без знаний, просто научим на месте, потому что катастрофическая нехватка людей. И от этого даже предприятия останавливаются, прекращают работу, сокращают объем работы в Беларуси по другим причинам. Но самое страшное в этой ситуации появилось опять-таки, мы сегодня там так или иначе крутимся вокруг нашего «союзника» в кавычках, да, России, которая там на садово-огороднический какой-то комбинат приглашает людей там с зарплатами, там, с одноразовым пособием 15-20 тысяч долларов и зарплата 2,5-3 тысячи, да. Я думаю, представляете, вот, если есть такие... Ярослав, это же на СВО приглашают под видом. Нет, нет, слушайте, я понимаю. То есть идите какой-нибудь слесарь, человек в Будо-Кошелеве... Будо-Кошелево, ну ты выдаешь. В Будо-Кошелеве, там, или где-нибудь, там, Иваново, или где-нибудь еще, и думает, блин, слушай, там, давай, он же про СВО не знает, он же про армию не знает, он же видит такие-то цифры. Ну да, войны нет. И ему, да, ему же жена говорит, который он там печенки выел, да иди ты хоть там, заработаешь денег, там, нам сына или дочку нужно учить, будет потом послать куда-нибудь в Минск, да, купим квартиру. И вот он соблазняет вот этим всем, будет, ну, а что, поеду, может быть, такое... Многие же люди именно так и думают, там, они же, это мы понимаем, какая война идет, жесточайшая, геноцидная, да, а там люди думают, что это просто так. И вот это вот, но самое страшное в этой ситуации, почему прокуратура не изымает, не возбуждает уголовные дела против белорусов, содействующих наемничеству и участию в геноцидной войне? Почему этих людей в Гомере не ловят, почему не устанавливают личности, почему не судят, почему идет вопиющий... нет, простите, есть обман. Ты скажи, белорусы, давайте, будете пушечным мясом, мы вам заплатим 20 тысяч долларов за то, что вы будете черноземом в украинской земле. Это честная правда. А когда тебе говорят, садовники, там, огородники, будете, знаете, у нас личинки особой вредности, поэтому для этого мы будем вам платить 15 штук подъемных. Ну, что за бред? Кстати, ну, не получится на дурку вот так, ну, и только какие-то единицы, если и поедут в это садово-парковое. Мне кажется, с белорусами все равно не получится на дурку. Вот, знаете, мы говорили с Балагановым об этом на прошлой неделе, как, почему в России не заканчиваются эти мужички, да, которыми удобряют землю украинскую? Почему, откуда? Почему? И я Пастухова приводил в пример политолога, который говорит, что если такой мужичок живет в каком-то самом дальнем закутке огромной этой России, и у него вариантов немного, либо спиться, либо спиться, да, и приносить в семью, в лучшем случае, там, пару тысяч рублей своих российских, то есть, ну, по сути, быть голодным всю жизнь, то здесь ему Путин предлагает, говорит, смотри, вот тебе зарплата за 60 лет, а у тебя вариантов, а у тебя есть варианты, ты либо умрешь, либо нет. Можешь выжить на войне? Можно. Можно. И поэтому и мужички соглашаются, и жены их крестят, провожая, и дети говорят, папка-герой, да, то есть, тут такой вот контракт. А с белорусами, мне кажется, вот это не прокатит, но не прокатит. Все-таки не так мы плохо живем, чтобы вот за это покупать белорусов. Если мы посмотрим на статистику по медианной заработной плате, по доходам в селах, по доходам в малых городах, да, то там действительно есть много людей, которые живут там на те же 250-300 долларов, и опять, понимаете, вот момент, когда у тебя перед носом морковка большая, и у тебя очень искаженное представление о том, что, куда тебя зовут, да, потому что садово-парковый комбинат звучит, ну, так, как собирать клубнику или чернику, понимаете, ну, вот в лучшем случае, или в худшем случае. Тогда, ну, мало ли, какие люди есть. Понимаете, у нас тоже же пьянство гигантская проблема, у нас тоже там грамотности там какой-то информационной, геополитической нет. У нас же тоже там, смотрите, для меня было бы, значит, аргументом в пользу вашей точки зрения, Костя, что если бы там 5% белорусов только поддерживали Путина и сказали, а все остальные говорили, что он преступник, уголовник и агрессор, тогда да. А поскольку там половина белорусов, ну, по крайней мере, из тех опросов, которые мы знаем, поддерживает Путин и считает, что с Россией нам альтернативы нету, вот с этих, там, даже если каждый десятый пойдет, ну, 10-15 тысяч пушечного мяса из Беларуси могут набрать. Я тоже не хочу, чтобы так было. Тут, 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 пока не произойдет, не будет ни у кого доказательств. Да, да, да. Мы делаем все, чтобы белорусы просто, понимаете, я к чему, что белорусская официальная власть, Министерство социальной защиты, все эти Берсемы, профсоюзы, вы обязаны тогда сделать все для того, чтобы спасти эти 10-15 тысяч людей от просто гибели, потому что это не только ваш морально-патриотический долг, просто объясните людям, куда они идут. Да, одно дело, когда тебе там продают, там, знаете, там, в наперстники играешь, ты там до 20 долларов потерял и 22 рублей, это одно, а другое дело, когда ты жизнь ставишь на кону. Вот, поэтому здесь, честно, Лукашенко, я думаю, тоже каким-то образом отреагирует на это, поскольку, типа, защитник, я же не воюю, я своих людей не посылаю, а те, которые воевали, там, уголовные дела же у нас были, я, насколько я понимаю. Да, ну, воюют потихоньку, но совсем мало, то есть это... Ладно, кстати, про Украину. Вот суд на днях отменил арест имущества Беларусьнефти в Украине, да? Иск в суд подавала Service Oil, это дочка белорусской госкомпании, ну, дочка Беларусьнефти на 100%. Оборудование было арестовано в начале 22-го года, чтобы компенсировать ущерб от соучастия Беларуси в агрессии против Украины. Вот. Да, там цифра небольшая, там чуть меньше 40 миллионов долларов. Однако, вот суд, значит, постановил снять арест с имущества. Что, что происходит? Что, война кончилась или что? Что происходит? Нефтяной рынок, это рынок сплошного схематоза, договорняка, барыг и прочих связей. Когда в Украине даже имущество известных соучастников финансистов российской войны против Украины используется. Особенно есть такое организмство ARMA, которое как раз управляет недвижимым, или там активами замороженными, изъятыми у людей, которые были как бы партнерами России. И это все так или иначе в том или ином обороте, когда многие даже люди, которые там до войны открыто поддерживали расистов и продолжают какие-то связи, и тоже работают. Беларус нефть, поверьте мне, в этом списке далеко не самый противный актив. Поэтому да, договорились, да, кому-то откатили, да, кому-то подмаслили. Потому что я помню, когда еще до войны пытались, мы там говорили про рынок энергетических товаров, про электроэнергию, про все. И оказывается, тут связи с украинским руководством, вхождение белорусского бизнеса в схематоз украинского было очень плотным. Эти связи, они сегодня в полу расправили плечи, они сегодня у власти в той или иной степени. Поэтому вот белорусы, беларусь нефть подождали, подождали, выждали нужный момент, нашли нужного чиновника в нужном кабинете. И вот, пожалуйста, вам разблокировка. Может, еще как часть сделки, знаете, украинских военнопленных вернули. Ну, все, что хочешь, может быть. Не, не думаю, этого нет. Не, не, этого точно нет. Военнопленные это отдельно, это вопросы военные. Не думаю, чтобы тут даже близко это было. А вот просто вот схематозный договорняк, в это я точно верю. Ярослав, давайте посмотрим вместе кадры из Венесуэлы, и потом у меня будет к вам вопрос, ладно? Просто посмотрим, что там происходит сейчас. Венесуэла, там были выборы, Мадуро выиграл. Не шаловительно, как Лукашенко набрал 52%, плюс-минус, что-то такое он нарисовал. И вот начинается. Это Чавеса памятники, так? Да, ну... Или Мадуро уже тоже. Не, Мадуро вряд ли будет. Ну, может, Чавес. Похоже на Чавеса, да. Какой Чавес? Ну да, Чавес. Я с этим перепутался, который все коки, листья жевал. Это что, он и жевал? Не-не, это другой был, Секватора, по-моему. Это боливийский, нет. Боливийский, боливийский, боливийский. Моралес, это Моралес жевал. Моралес, да. А Чавес, это в Венесуэле. Вот, давай, 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 Игорь, я Кристор, вообще показываю, что есть, показываю видосы. Ну, короче... Легкие угрозы. Да. Вот, что на улицах творится. И я хочу у вас спросить. Как бы это... Ну, очень такая масштабная тема, у нас 5 минут буквально, даже 4. С одной стороны, мы ведь знаем, что Венесуэла — это такое зеркало Беларуси. Ну, там тоже все под асфальтом. Марксистка, марксистка-большевистка, да. Да, все под асфальтом, так сказать, все... Мы, когда говорим о каких-то протестах новых в Беларуси, мы говорим, нет, не будет никаких протестов. Все настолько под асфальтом, что никто не выйдет. Я думаю, что венесуэльская оппозиция ровно так же рассуждала до определенного момента. Нет? Вполне. Когда мы вспоминаем Чаушеску, например, и окунаемся в эту историю, мы понимаем, что там люди вышли, потому что жрать нечего было. Просто нечего было жрать. В Беларуси есть, что есть, и всегда будет. Вот скажите, пожалуйста, может быть, вы лучше знаете, почему в Венесуэле из-под асфальта, из-под плинтуса вылезли люди вот это вот сейчас? А в Беларуси этого никто не ждет. Есть целый ряд отличий между Беларуси и Венесуэлой. Во-первых, глубина и толщина асфальта в Беларуси совершенно другая, она гораздо толще. Этот асфальт трамбовали 30 лет. Этот асфальт трамбовали вместе с информационной пропагандой, с нефтью, со всем. То есть время и интенсивность ресурсов по зомбированию населения и по установлению контроля, да, концлагеря, гораздо было больше. Венесуэла несравненно более, как ни парадоксально, свободнее, чем Беларусь. Во-вторых, уровень жизни, посмотрите, 5 или 7 миллионов людей уже уехало. 8, говорят, целая Беларусь уехала почти. Да, целая Беларусь уехала, и там уровень жизни катастрофический. Просто когда, помните, Румыния, или Польша, или Венгрия, тогда же действительно была проблема. Проблема была в базовых вещах выживания. Та же Грузия 2004 года, помните, 15-20 долларов заработного плата, нищета, без света, без воды, без канализации. Это просто варварское состояние общества, в которое привели именно эти диктаторы. И поэтому, когда мы говорим про налоги, пружина разворачивается, она должна сработать против диктатуры Мадуро, потому что люди доведены до отчаяния. Для них вот эта жизнь, это просто либо ты уезжаешь из страны, либо смерть, либо возможный шанс на победу. Причем вот эти выборы, которые, опять, чем отличаются еще Венесуэла, что участник выборов реальный оппозиционер. Он участвовал, считали голоса, в отличие от Беларуси, в Беларуси никогда с 96-го года не считали голоса вот так, как в Венесуэле. Поэтому все эти факторы говорят о том, нам даже в 2020 году, для того, чтобы доказать, нужны были эти протоколы, нужны были какие-то там механизмы. А тут же все это во власти, были там в Сенате, были в парламенте, когда в президенты зарегистрированы, уважаемый человек. То есть это все дает легальность. Лукашенко никогда до этого не допустит, друзья. Поэтому эта ситуация радикально другая, и я очень и очень всем сердцем желаю победы в свержении этого ненавистного большевистского марксистского режима. Опять бедных американцев начнут темноть. Помогите, а ты заколебали вы. Израилю помогите, Украине помогите. Это самое, мексиканцев не пускайте, и что, и венесуэльцам помогите. Тьфу на вас еще, Рахиб. Это самый большой, знаете, кто да, вот чилийцы, я с чилийцами разговаривал, говорит, мы никогда не были, опять, исторически, да, Венесуэла была такая понтовая, богатая, нефтяная страна, а Чили была бедная, это 90-е годы. И потом вот сейчас, когда эти вот толпы там, и уругвай, и в Чили они езжают, мы себя чувствуем какими-то такими зажиточными джентльменами, потому что мы принимаем бедных венесуэльских граждан, которые реально, то есть по потенциалу, по природным ресурсам, это одна из богатейших стран Латинской Южной Америки. Да, да. Ну, хорошо. Ирослав, напоследок, напоследок, просто перекинем мостик, у нас сейчас следующий гость Дмитрий Навоша, медиа-менеджер, мы с ним хотим говорить о Ютубе, вот блокируют в России, ну не блокируют, замедляют. Что вы думаете, вот как бы коротко одной строкой, есть потенциальная возможность того, что в Беларуси начнут замедлять, и чего доброго еще отключат Ютуб? Будут делать, будут контролировать, но это будет иметь обратный эффект. Любые способы зажать вот эти такие способы самовыражения, получения информации, брать обратный эффект. Знаете, когда вот эта пружина или там именно тот же сосуд, в котором дырочки маленькие есть, и все тлеет, все каким-то образом там пыхтит, а когда ты полностью зажимаешь все, нажимаешь, наступаешь на горло, а еще к тому же ценами добиваешь и уровнем жизни, вот тогда этот самый сосуд может взорваться, как взорвался в Венесуэле. Услышали? Спасибо вам огромное. Держитесь в Киеве. Победа в Украине. Счастливо. Все, пока. Я говорю слава Украине. Счастливо. Победа в Украине. Субтитры подогнал «Симон»